Здравствуйте! Это программа Лобби Холл и с вами я, Сергей Иванов. Сегодня у меня в гостях один из видных депутатов Пермской городской думы Дмитрий Васильевич Малютин. Здравствуйте, Дмитрий. Здравствуйте, Сергей. Не так давно вы, пермские депутаты, приняли бюджет города на 2014 год. По сравнению с краевой казной, которая, как известно, дефицитная, Пермь довольно-таки благополучна. И глава города даже назвал наш город островком благополучия. Правда, эту метафору последний раз я слышал перед кризисом 2008 года. Так что нас все-таки ждет впереди? Расскажите, пожалуйста, об основных параметрах бюджета, ну и ваш прогноз на следующий год. Ну, вы знаете, действительно, обсуждая бюджет на 2014 и последующие годы, но сегодня актуально говорить про 2014 год, наверное, потому как вот он грядет уже. Мы исходили, мы, депутатский корпус, исходили сегодня из того, что в экономике непростые времена идут. И поэтому в этой ситуации достаточно логично было бы считать, что лучше перестраховаться, чем недостраховаться. В этой ситуации, конечно, мы попытались учесть все риски, которые существуют, а рисков всегда много. И мы верстали бюджет, и мы исходили из того, что бюджет должен все-таки быть реалистичным. И даже где-то закладывали перестраховочную, так называемую, пессимистическую модель. Для того, чтобы в непростой год те доходы, которые сегодня наполняют бюджет, мы бы понимали, что они так или иначе будут собраны, если не на 100%, то близко к этому. Дабы не приостановить или не остановить какие-то расходные моменты бюджета, чтобы не приостановить какие-то стройки, те процессы, которые сегодня в городе Перми запущены. То есть можно сказать, вы перестраховались? Можно сказать, что мы перестраховались, и, на мой взгляд, перестраховались правильно. Вы не раз обмолвились. Непростой год, непростое время. Что это для нашего промышленного города? Кризис, стагнация? Как бы вы охарактеризовали? Ну, вы знаете, кризис, кризис, мне кажется, правильно, умные люди, многие говорят, что кризис в первую очередь в головах. Понятно, что сегодня есть в экономике процессы, те, которые протекают. Нельзя их назвать такими в восходящем тренде, да? Может быть, наверное, все-таки в мире сегодня идет такой процесс стагнации, я бы сказал так, да? И понятно, что по законам экономики, по законам логики жанра за стагнацией, как правило, может наступить спад. Да, вы правильно сказали, время может повториться 2008 год, как раз-таки тот период, когда вот это было. И, конечно же, в этот период надо нам, особенно депутатам, понимая то, что может после стагнации быть спад, очень четко отнестись к тому, как же город будет жить, чтобы, повторюсь, процессы были не остановлены, чтобы все то, что мы задумали, выполнить. Пермь так или иначе связана с краевым бюджетом. Там, как известно, дефицит. Каким-то образом это коррелируется, каким-то образом это влияет на пермскую казну, на городскую казну? Нет, ну, безусловно, что мы по межбюджетным всяческим отношениям находимся во взаимосвязи с бюджетами вышестоящих уровней. Мы, как муниципальный бюджет, безусловно, связаны с краевым бюджетом. И субвенциями, и различными другими дотациями, которые город получает. И понятно, что мы взаимосвязаны. Но, несмотря на то, что сегодня в крае был принят дефицитный бюджет, и дефицит, в общем-то, достаточно значительный, но, тем не менее, я считаю, что нормальный вопрос по тому, как весь этот бюджет, дефицитный, он сегодня, в общем-то, подтвержденный. И в этой ситуации, в случае возникновения каких-то форс-мажорных ситуаций, можно обратиться к привлечению кредитных ресурсов. И я надеюсь, что, если так будет, то, в любом случае, те обязательства, которые есть у вышестоящего бюджета, у края, перед нами, перед нижестоящим бюджетом, край исполнит. В этом я не сомневаюсь. У нас идут субсидии на дороги, это примерно 550 миллионов по году. Из краевого бюджета. Да, из краевого бюджета. В этом по ФСРу мы получаем примерно 300 миллионов, это на Капстрой и так далее, и тому подобное. Я думаю, что здесь нет оснований говорить о том, что вот эти статьи будут не исполнены. Основная часть расходных обязательств в городском бюджете всегда было образование и медицина. Сейчас здравоохранение отдали на краевой уровень. Нам легче от этого стало? От того, что отдали на краевой уровень? Легче или не легче? Ну, освобождаясь от неких полномочий, да, понятно, что мы недополучаем какие-то деньги. Не знаю, как это, легче или сложнее, но это данность. Мы, муниципалитет, мы находимся ближе к людям в любом случае, да. И, конечно же, мне кажется, что достаточно сложно с краевого уровня быть в непосредственной связи или очень непосредственно понимать чаяние проблемы того, что происходит на муниципальном уровне. Поэтому я, конечно же, сторонник того, чтобы медицина была прерогативой все-таки муниципальной власти. Самой-то отрасли легче от этого не стало, я так понимаю? Ну, я думаю, что самой отрасли от этого стало тяжелее. Еще раз повторяю, потому что увеличивается расстояние между центрами, принимающими решения, центрами контроля и, собственно говоря, непосредственно теми, кто приходит и получает эту услугу, например, больничного обслуживания. Послание президента федеральному собранию. Как вы относитесь к прозвучавшей идее перепоручить мэров городов губернатору? Вы так долго говорили о прямых выборах главы Перми, а сейчас новый тренд появляется в связи с этим посланием. Подотчетен будет мэр губернатору. У нас в Перми такое может произойти? Ну, смотрите, может ли произойти или не может ли произойти, вопрос риторический. Конечно, может произойти все. Несмотря на то, что вы ратовали за прямые выборы. Вот смотрите, было время, я еще в прошлом созыве работал депутатом, и тогда был разговор о конфигурации следующей, сегодняшней власти. В частности, мэр должен быть всенародно избранным или избираться из депутатов, из состава депутатов. Была сложная дискуссия, непростая дискуссия. Тоже были там различные информационные войны, а были точки зрения, как всегда. Сегодня, опять же, входим в очередной виток дискуссии, как должна осуществляться муниципальная власть, каким образом. Вертикаль должна быть строгая и тотальная, то ли должны быть все-таки демократические выборы. Я вам хочу сказать, что, конечно же, я выступаю, если по-честному, как человек мое, я выступаю, конечно же, за выборы. И нет другого более легитимного. За прямые выборы. Конечно же, за прямые выборы, потому как, считаю, что нет более легитимного средства и инструмента для выявления лучшего и так далее и тому подобного, профессионального, чем через выборы. Все-таки власть, она должна служить народу, и народ должен волей заявлять по этому поводу, и тут чего не попишешь. Я вообще за выборность везде. За выборность везде и во всем. Наверняка ведь существуют и межпартийные дискуссии. Ваши коллеги к какому мнению все-таки склоняются? Среди нас, среди единороссов, есть масса вариантов, по которым должна осуществляться власть. Например, мой коллега Денис Ушаков, он заявлял, по-моему, у вас даже на канале, а может быть не у вас. Чтобы назначал губернатора. Да, я с самого первого дня был за то, чтобы губернатор назначал мэра и был управляем, понятен, подотчетен. Но как президент думает? Как, наверное, может быть, как думает президент. Президент сказал о реформе местного самоправления, он не сказал о том, что выборы должны быть такими. Да, поэтому я бы вот здесь не передергивал, не торопился. Есть плюсы и минусы везде и всегда. Значит, и вот наша задача сегодня состоит в том, чтобы все-таки учесть все вот эти нюансы, все плюсы и минусы, и найти оптимальный вариант управления, значит, который бы устроил наших избирателей, граждан, перемяков. А мнение-то граждан, знаете, они к вам в приемные ходят, что предлагают? Правильно, правильно. К нам в приемные ходят и приемные как инструмент сегодня изучения мнения граждан, общения с гражданами, это, пожалуй, самый оптимальный вариант. До недавнего времени я руководил приемной, общественной приемной полномочного представителя президента по индустриальному Дзержинскому и Пермскому району. Но в силу того, что прошла оптимизация, сегодня есть у нас приемная президента, есть приемная региональная полпреда, и, в общем-то, этот функционал сегодня выполняют они. Но люди приходят в ваши приемные, наверное, не только с предложениями о выборности главы Перми, а с какими-то своими болевыми вопросами. Вот с чем ходят люди в основном? Люди ходят с разными вопросами. То есть классифицировать невозможно? Нет, можно классифицировать. Конечно, в большей степени это вопросы, связанные с ЖКХ. Это было всегда, это извечный, самый животрепещущий вопрос, значит, наших людей. Ну, и там взаимоотношения с управляющими компаниями, тарифная политика. Сколько плачу, сколько не плачу, сколько нужно. А почему так? А почему не убирают? А почему, значит, убирают плохо? Приходят люди с вопросами касаемо и функционирования, то, о чем мы с вами говорили, там, система здравоохранения. Потому как вот мы видим, что идет рождаемость, да, если сегодня, например, говорить о детских врачах, их не хватает. И в поликлинике их не хватает. И мы сегодня уже думаем и смотрим, как сделать так, чтобы люди не были в очередях. Хоть и применяются электронные очереди, это тоже шаг вперед. Но, тем не менее, как бы все должны попадать к врачу вовремя, попадать к врачу квалифицированную и получать серьезную и квалифицированную помощь. Люди сегодня, я вас уверяю, будут жаловаться на то, что, и высказывать свои мнения о том, что не убираются улицы, о том, что не пройти и так далее и тому подобное. Это нормально. Это нормально, что не пройти и не убираться? Это нормально, что у людей есть вариант обратиться и получить поддержку или помощь. А есть гарантия, что их просьба осуществится? Для этого мы и работаем, мы как депутаты. Для этого, да, и наша партия, партия «Единая Россия» существует. Для того, чтобы мы партия народная, как вы знаете, да, и сегодня партия правящая. Поэтому наша задача, конечно же, сегодня как партии и моя задача как депутата сегодня, чтобы те проблемы, которые фиксируют люди, те чаяния, с которыми они обращались, решались быстро и в полном объеме. Жилищные вопросы. Не так давно вас назначили директором Пермского агентства жилищного кредитования. Как избежать той ситуации, когда люди вкладывают деньги, а дома не строятся? Какой-то механизм государственной защиты можно выработать? Это магическое слово «ПАИЖК», да? «ПАИЖК». «ПАИЖК», да. Я заступил на должность 28 марта и вот уже работаю достаточно продолжительное время. Уже надо говорить и о результатах каких-то. Мы готовимся к этому обязательно. Значит, я хочу сказать, что 22 дома было в реестре многоквартирных домов на момент моего трудоустройства в марте. Сегодня 15 домов уже в реестре многоквартирных домов, там, где люди инвестировали и не получили жилье. А 7 домов эти как проблемы решились? Проблемы уже решены. Проблема эта непростая, потому как каждый дом, каждый объект, который входит в этот реестр, он индивидуален. И общего формулы, общего лекала, подхода ко всему вот просто нет. Благодарен губернатору Пермского края Виктору Федоровичу Басаргину. Мы защитили перед ним стратегию, стратегию реализации проекта помощи обманутым дольщикам. Сегодня мы работаем по ней. Есть план, график уже строится. И я надеюсь, в апреле мы сдадим дом по шоссе космонавтов 330В. Сегодня мы подошли к тому, что все-таки надеюсь, что в ближайшее время заключим договор генерального подряда ЖСК Ушакова-21 заключит договор генерального подряда по строительству самого больного и нашумевшего дома Ушакова-21 в Кировском районе. Должны быть определены механизмы на федеральном уровне защиты. И вот вы об этом тоже в послании было сказано, про механизмы страхования. Количество обманутых дольщиков, например, в Перми. Назовите цифру, чтобы понимать серьезность проблемы. На начало года 1750 человек. Те, кто стоят в реестре. Как вы знаете, стоит задача президента решить вопросы обманутых дольщиков до 2015 года. Мы будем стараться эту задачу выполнять, чтобы был ноль. Очень сложная, амбициозная задача. Повторюсь еще раз, потому что есть объекты, где нет даже не то что разрешения на средства, а даже земли. Но обманутые дольщики есть. В заключении нашей беседы хотел бы вернуться снова к вашей работе в Думе. Вот вы долго спорили по поводу Ледового городка. Я не буду спрашивать, дорого ли это, дешево ли обходится городскому бюджету. Ну, праздник-то будет новогодний? Мы предложили немножко другую модель. Мы сказали, безусловно, новогодние праздники должны быть. Безусловно, Ледовый городок должен радовать пермяков. Но это должно быть, первое, понятно, прозрачно. Если хотите, умеренно. И Ледовому городку, безусловно, быть. Новогодние ночи быть. И тому периоду, который будет осуществляться после новогодней ночи, тоже быть. Представительный орган, как орган контроля, просто-напросто контролирует расходную часть бюджета. И это нормально и правильно. Ваш оптимизм, конечно, вселяет надежду. Я думаю, что он передастся каждому жителю при Каме. У вас есть возможность поздравить наших горожан с праздником? Спасибо большое. Я благодарю вас за эту возможность. И, конечно же, уважаемые пермяки, я считаю, что, несмотря на все те трудности, которые мы переживаем вместе с вами, несмотря на все те проблемы, которые нас окружают, надо всегда надеяться на все лучшее и хорошее. И я уверен, что 2014 год, который грядет, он будет лучше, чем 2013. Я думаю, что если мы все, все пермяки, будем относиться к нашей жизни активно, если вместе мы будем находить варианты для того, чтобы наш город, наша жизнь становилась лучше, мы обязательно такие варианты найдем. Всем крепкого здоровья, энтузиазма, активности и всего-всего самого наилучшего. Спасибо вам за оптимистичный настрой и за интересную беседу. Вам спасибо, Сергей. Это была программа Lobby Hall. Смотрите нас на телеканале VETA. Будет интересно. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова